Ребята, давайте мы с вами еще разберем, как составлять циклический алгоритм. Итак, рассмотрим задачу. Составить алгоритм перевода чисел из десятичной системы в двоичную. Я думаю, что вы помните, как это делать. Итак, первый шаг. Если число равно 0 или 1, то это будет двоичное представление нашего числа. Так и пишем. Если число равно 0 или 1, то это и есть двоичное представление. Второе. Если же число больше 1, то мы делим его на 2. То есть мы другими словами отнимаем десяток. Как в десятичной системе. Третье. Полученный остаток от деления записываем в последний разряд двоичного представления числа. Полученный остаток от деления записываем в последний разряд двоичного представления числа. Четвертое. Если полученное частное равно 1, то его дописываем в первый разряд двоичного представления числа. И прекращаем вычисление. Давайте вы сами запишите. Здесь много писать. Я вам еще раз продиктую. Если полученное частное равно 1, то его дописываем в первый разряд двоичного представления числа и прекращаем вычисление. И пятое. Если же полученное частное больше 1, то мы заменяем исходное число на него и возвращаемся в какой пункт? Наверное, в пункт 2. Если же полученное частное больше 1, то мы заменяем исходное число на него и возвращаемся в пункт 2. Теперь нам нужно нарисовать блок-схему. Итак, у нас есть начало. Ну, или можно писать «вот». Так, далее. Далее у нас идет блок условия. Число А больше либо равно, чем 2. Если это так, то мы делим А на 2. Далее остаток пишем в конце числа В. Остаток записываем в конце числа В. Далее число А заменяем на частное. Число А заменяем на частное. И снова у нас происходит условие. А больше либо равно, чем 2. Проверяем, да? Снова больше либо равно, чем 2. Но если это так, то мы возвращаемся вот сюда и проделываем все то же самое. До тех пор, пока у нас А не становится меньше 2. То есть, если нет, то мы должны что-то выполнить. Сейчас подумаем, что. Дальше. Если число А больше либо равно, чем 2, и это условие нарушается, то мы идем по веточке «нет». Б равно А. Дальше. Сюда снова возвращаемся. Если А не равно или не больше, чем 2, то тогда мы дописываем А в начале числа В. А в начале числа В. Так. И далее. Тут немножечко у меня получилось криво. Мы получаем число В. И наступает конец алгоритма. Все. Аналогичным образом вы решите и другие задачи именно на применение циклического алгоритма. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok